Ольга Логутаева, хозяйка пекарни, встретила ребят доброй улыбкой. И беседу с ними начала с рассказа о хлебе. Как его выпекают, какую муку используют, что добавляют в тесто, о значении яйца при замешивании и как его нужно проверить на свежесть. Она рассказала и о том, что на Руси по урожаю ржи и пшеницы судили, насколько благоприятным будет год, не придется ли людям жить впроголодь. Можно жить без многих продуктов, но хлеб в доме должен быть обязательно. Когда в войне ели хлеб, и человек становился сытым. Попробовав муку на ощупь, ребята отправились в цех. Здесь они увидели своими глазами, как делаются разные мучные вкусности. Пекарня «Хлебные традиции» радует жителей своей продукции уже шестой год. И уже несколько лет ее сотрудники участвуют в программе «Заводы детям», разработанной Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства. «Заводы детям» – это достаточно сейчас распространенная тема. И правительство Москвы наградило нас дипломом. Мы на базе своей пекарни показываем, что есть очень полезный, вкусный труд, как пекарь и кондитеры. Мы приглашаем от первого до одиннадцатого класса. Им показываем, что на уроке труда, они сейчас проходят какие-то, ну, скажем, узкоспециализированные профессии, мы им показываем более широкий спектр. То есть, что это могут быть упаковщики, уборщики, это могут быть пекари, кондитеры, формовщики. И детям очень нравится. Понравился ребятам из школьного лагеря. Они очень многое увидели и узнали. Мне понравилось, как делают для каравео всякие украшения. Да, хорошо. Ну, а теперь ты будешь дома печь или работать придешь туда? Буду дома печь. Нам показывали, как проверяются яйца, хорошие они или плохие. Нужно взять яйцо и наполнить какую-то емкость водой. Если яйцо всплывет, значит, оно плохое. Если потонет, значит, оно хорошее. Мы хотим отличить ребят от компьютеров, от гаджетов, чтобы они посмотрели вокруг себя, вокруг на мир, который окружает детей, чтобы они подружились в первую очередь. Ну, и пекарня здесь несет свою функцию. Ребята увидели, как продукция делается своими руками, как хлеб печется своими руками, потому что у нас, к сожалению, теряются ценности. И многие ребята считают, что хлеб не самая важная в нашей жизни часть. А хлеб, как говорится, всему голова. Для ребят в этот день был проведен и мастер-класс по кондитерскому мастерству. А потом для них началось самое интересное. Уже заготовленные свежевыпеченные булочки, где твора опускала в горячий шоколад и украшала карамелью. Затем эта вкусность тут же съедалась. Вкусно! Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.